А вы специально спиной сидите, чисто? Вам так удобно? Случайно? Ну ты, блядь, весь фильм, блядь, спиной будешь. Вот повернись. Ты казах? Нет? Тогда, может, не вырежем, хуй знает. Ладно, а... Все, ребят, давайте поаплодируем друг другу, поаплодируем. Что такое? Нормальный чел? Ты думаешь? Мы каждый раз говорим. Ты первый раз? Давай с тебя начнем. Костя сказал, что ты нормальный чел. Люблю, когда человек вот так начинает. Мы как будто все такие, да, начинаем. Ладно. Как тебя зовут? Фарид. Поаплодируем Фариду, поаплодируем Фариду. Как жизнь в Фарид? Нормально. Нормально. Ты отдохнуть приехал? Да. Да? Уедешь? Ну, да. Надеюсь. А остальные ребята? Не знаю. Откуда ты приехал? Вообще откуда или откуда? С какого района? Из какого города? Что тебе интересно? Ты можешь мне карту, блядь, открыть сейчас и показать? Ты с какого города приехал? С Санкт-Петербурга. С Санкт-Петербурга? Удивился. Фарид из Санкт-Петербурга? Да. Здесь редко такие встречи. Рядом второй Фарид подсказывает. Да, мы отсюда все, блядь. Да мы местные. Посмотри, там на Парнасе дохуя Фаридова, блядь. А где живешь в Санкт-Петербурге? Нарский проспект. Нарский проспект. Хорошо. А ты здесь, ну, не с рождения же, да? Нет. А где родился? В Грузии. В Грузии. Фарид из Грузии. Да, но... Ты вообще всех запутал, блядь, да? Я правильно понимаю? Не грузин. Да я порубаю, что не грузин, блядь. Фарид, ну, вряд ли ты какой-то бербелат. Ладно, хорошо. Чем занимаешься, Фарид? Ничем, бездельно. Ничем? Ну, да. Вообще ничем? Ну, вообще ничем. У вас так принято? Да, ничем не занимался. Вы цыгане, блядь? Мы же не лошадями. А вы ни хуй не делаете, да, вообще? Лошадями. Так, смотри, этот Фарид на себя перетягивает. Так, ладно, а нет, давай с тобой. Ты давно безработный? Ты безработный прям? Ну, несколько месяцев, наверное. А, хорошо. Кто еще безработный здесь, поаплодируйте, кто понимает Фарида. Давайте. Да, ты с ним до конца, ебать, да? Дружище, не меняй свою жизнь, ладно. А чем занимаешься, ты безработный? Как ты время проводишь? Да, ничего, скучно, как все. Да, прихожу вот. Хоть опять вдвоем говорить, давай. Мы сейчас начнем втроем отвечать, блядь. Ладно. Ну, в смысле, ты не работаешь, несколько месяцев, скучно? Да, скучно, пресно. Пресно? Ты просыпаешься с утра, и что делает Фарид? Не знаю, угнетение. Что? Прям расстройство конкретно от положения. У нас такие люди стали приходить, правильно понимаю, блядь? Человек просто, да расстройство, блядь, вообще встать не могу, блядь, ладно. Видите, какая погода на улице? Да вообще, Фарид, я в ахуе вообще, да. Ты из Санкт-Петербурга? Да, обугазали отсюда, блядь. Мы же все местные, блядь, Фаридушка мой. Ладно, хорошо, а где ты работал до этого? В университете. В университете? Что за университет? Смольный частный университет. Что там, где преподавал? Нет, международный отдел. Международный отдел? Да. Это что такое? Ну, виза для обуви. Да, для своих земляков, правильно. Это твой кореш? Приезжий, да. Лучший? Один из лучших. Один из лучших, мое поздравление, блядь. Не зря ты за него впрягаешься. Хорошо, вы как-то тусуетесь вместе, что вы делаете? Как выходные проводишь, Фарид? Я? Да. Чайхана или еще, конечно, блядь. Да, да, все пресно, на самом деле. Чайхана, да. Что в чайхане делаете? Чай. Чай? Очевидно, наверное. Я хуй знаю, это не очевидно. Не был в чайхане никогда. Я думал, у вас там перестрелки, чисто собираетесь же. Это же не всегда. Ну что, стреляемся, блядь? Ладно. В чайхане все мирно. Блядь, он тебя тоже заебывает? Скажи честно, есть такое, что он постоянно ходит? Ты вынужден с ним дружить. Нет, Фарид, я боюсь, что он меня еще больше заебет. Давай так, ладно. Хорошо. Ты, у тебя хобби есть, Фарид? Нет. Никаких хобби? Нет, нет. Интересный человек, Костя, ты молодец, блядь, да. Зато честный. Зато честный. Все начнут рассказывать про свое хобби, конечно же. Да, все начнут рассказывать, Фарид. Ладно. А к чему ты стремишься, Фарид? Очень тяжелый вопрос, на самом деле. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, к чему люди стремятся. Ну, это глубокий, рассмотрение. Глубокий? Ну, конечно же. Ну, как ответить на к чему человек стремится? Давай какую-нибудь попроще. Попроще. Какую музыку слушаешь? Яхту хочу. Хочу яхту. Яхту? Ты все-таки, блядь, сообразил, что хочешь, да? Да, яхту хочу. Яхту? Так, как назовешь яхту? Как яхту назовешь? Люсия, наверное. Люсия? Да, почему бы нет? Блядь, ты интересный Фарид, блядь, да? Люсия? Я сам сейчас в шоке, что не... И что будешь делать на ней? Ничего. Просто... Я один. Блядь, его... Никого не пущу туда. Ты будешь чисто своих друзей из Чеханы приводить? Смотрите, пацаны Люсия мои, блядь. Может, покатаемся? Ты че, ебнутый, что ли, блядь? Покатаемся. Один, никого не пущу. Ты же... Никого не пустишь? Чисто будешь один там. Один, да, и... Как всегда, грустить. Блядь, Фарид, а ты давно грустишь? Ты холостой, наверное, да? Я, да. Давно холостой? Ну, холостой, в смысле, не женат имеешь в виду? Да, ты был женат? Нет, не был. Не был женат. Кто-то понял шутку, да. Кто-то понял твою грустную жизнь, блядь, сейчас. Типа, походам со мной на одном уровне. Хорошо. Фарид, давай, ты знаешь, хочешь яхту? Да. Ну, я спрашиваю. Невесту хочешь? Клеишь русских девушек, скажи, пожалуйста? Нет. Нет? Нет, я вообще не умею, и считаю это вульгарно. Вульгарно? Еще и клеить слово такое. А что ты делаешь? Как надо? Не знаю. Хотя я не знакомлюсь даже, нет. Я бать, блядь, хочу, перебудусь, блядь. Сидят такие смыслы, такое слово, блядь. Мы вообще, извините, пожалуйста. Мы вообще-то культурные. Сейчас подглубу засуну эту хуйню, блядь, своя. О, не страшно, блядь. Такие, блядь, перебуде сидят вдвоем, блядь. Сейчас мы уйдете, мы с вами пойдем. Знаешь, сейчас я плюбляю. Почему, блядь. Чем ты ебался для нас? Ладно, а? Хорошо, русских девушек, не знакомишься с ними? Ну, вообще не знакомлюсь с... Вообще не знакомишься с девушками? На улице или где-нибудь. Иде не знакомлюсь. Вообще нет. Какой ты необычный, блядь, Фарид. Да, есть такой. Ладно, хорошо. Ладно, цели у тебя нету, ничего нету. В принципе, ты пизда, ты чел. Да, дальше. У нас скучнейший на человека. Да не скучнейший. Фарид, мы сейчас что-нибудь сделаем с твоей жизнью. Поехали. К примеру, полицию вызовем, чтобы тебя забрали, блядь. С корешем, блядь, твоим. Ладно. Тогда уж мы плацем. Так, стойте. А, вот, вопрос из интернета. Давайте я сейчас с какой-нибудь зам... Ага. Блин, ну это, мне кажется, сложно для тебя вопрос, но ладно. Так, это не для тебя. Давай сумасшедший вопрос тебе задам. Давай, смотри. Задает его Алексей Кошелев. Спасибо вообще тебе и всем, кто задает вопросы. Спасибо. Вопрос в зал. Вы, вы, Фарид, вы на выходных тайком пробрались в офис. Представь, что ты работаешь. Делаете подработку для себя, выполняя свою работу в офисе. Вдруг в офис забегает огромный док. Собаки, помните такие большие? Да, да, да. А, срет посреди офиса и убегает. Вы в ахуе. Ну вот, очевидно. И в этот момент в офис на расслабоне заходит ваш начальник. Он просто мимо ехал, увидел, что свет горит и решил зайти. И видит вас и кучу говна посреди офиса. Ваше действие, Фарид? Ну, блин, тяжело будет. Ну, наверное, не знаю. Ну, попытаюсь объяснить, что эта собака залетела как-то в офисе. Огромный док. То есть ты в офисе, ты сидишь такой, бля, грустно стало совсем. Жизнь грустная. Просто еще раз говорить, что эта собака навалила. Ну, да. Ну, это часто бывало в офисе, в которой я работал. Поэтому это нормально, я думаю, поверят. Тебя с прошлой работы за это уволили, правильно понимаю? В общем-то, не знаю. Ты такой, эта собака здесь была большая. Не знаю, что собаки меня уволили. То есть это периодически происходило. Ладно. Ну, хоть такой простой, ладно. Мне нравится. А ты чисто Люсию хочешь завести себе яхту. Дога возьму. Вот про Дога сказал тоже. Дога возьмешь? Ну, да. Ну, собаку. Это история. На всякий случай объясняю. А я думал, Снуп Дога, блядь, возьмешь себе домой. Я думал, Снуп Дога решил взять себе домой. Ну, честно, будет со мной жить, блядь, Снуп Дога. Да, лезь на собаке. Ладно. Ты интересный парень. Фарид, у тебя все получится. Давайте поаплодируем Фариду. Это ты виноват. Правильно, отчитываю его весь выпуск. Ладно, давайте, кто еще первый раз поаплодируете? Давайте, кто первый раз. А, парень, который бежал в туалет. Ты реально понимаешь, да? Сам хочешь, да? Это меня всегда пугает. Давайте. Как вас зовут? Меня зовут Никита. Вот. Только у нас, смотри, из-за того, что я хочу в туалет, это, получается, формат блица. Ага. Я буду стоять, чтобы меня видели немножко, да? Или сесть. Ты будешь стоять? Серьезно? Потому что я хочу быстро ответить. И, ну, получается, ну, вы поняли, да? Да. Только у меня первый вопрос к тебе. Пожалуйста. Фарид, я, кстати, забыл твой вопрос сейчас еще. Подумаю. Не будешь? Ну, нахуй. Я просто думал, что это шоу про вопросы и заготовил два вопроса из дома. Охуенно. Я их написал, да, но я забыл их уже. Ну, ладно. Давай. В общем, тема такая. Я рос без отца. Боже мой. Аплодируем, кто рос без отца, да? Все. Вот. Да, вы так примерно и аплодируете, блядь. Чисто решил всем напомнить. Кто рос без отца? Сироты, все вместе! Поаплодируйте! Давай. Вот. И, получается, я две недели назад переехал в Санкт-Петербург. Поаплодируйте. Кто переехал в Санкт-Петербург? Фарид, поаплодируй. Вот. И, в общем... И, в общем, ну, получается, что я без отца рос, без папы, то есть. То есть папы у меня не было. Фарид, тебе объясняют. Слушай, пожалуйста. Папы не было у него. То есть он со мной не воспитывал меня и не учил всем мужским вещам. То есть мужчинские вещи. Мужчинские. Он не достал свой чемодан с мужчинскими вещами и не показал тебе их. А я сейчас вот, ну, то есть, вот уехал сюда, и я сталкиваюсь с реальным миром. То есть, ну, вот... Да подождите, это серьезно. Я объясню. Мужчинский мир его накрыл, блядь. Мне всего... Мне мало лет очень. То есть я малолетка, получается. Сох тебе лет. Мне 20 лет, получается. Тебе 20 лет. Да. Я не учился в институте и не был в общаге, и я не понял настоящий мир. Бля, Фарид тебя сейчас усыновит. Нахуй ты ему это... Он уже сидит такой, какой мальчик бедный, бля... На Лисии найдется для тебя место сына, блядь. Фарид. Блядь, а хули ты 3 месяца, блядь, не работаешь? На че ты живешь, блядь? Ты сын шейха или че? Ладно, все. Так, тихо. Давай продолжим. Извините, вырежем. Скоро если в нем мужчина проснулся, блядь? Вырежем, а то меня вырежут. Все, давай. Извините. Да, вот. Собственно, получается, я жил без папы, и я столкнулся с мужским миром, и вот... Ох, это жесткий мужской мир, блядь. А где ты с ним столкнулся? В лифте, блядь, или... На Горьковской станции. На Горьковской? Я объясню, как это было, и я с ним столкнулся впервые, когда я вышел снимать квартиру, типа, иду, вот, из метро, и меня по жопе как ебнут, блядь. А я такой, типа, и меня еще нахуй послали, я повернулся, и такой, хули ты тут стоишь, блядь, вот. И я такой иду, да, мужской мир меня встретил, и меня, я живу с геем. Ты живешь с геями? Но я не гей сам, у меня есть гей-друг, он, получается, но он не мой друг, как бы тот, который вы подумали. Блядь, первый раз человек все сам делает, мне нихуя не надо делать, блядь. Он просто сам все делает, блядь. Вот. Фарид расстрелся, а гей, блядь, я тебе. Ай, сука. Я от тебя хотел сыновить сынов, блядь, но... Не, я не гей, я настоящий натурал, я люблю женщин, женщины, пишите мне в инстаграм. Все. Вот. Через собачку надо писать. Вот. Я, в общем, столкнулся с мужским миром, мне пришлось бриться начать. Вот. И я, из-за того, что я прыщавый, возможно, это как-то связано с тем, что у меня нет отца. И я, короче, начал бриться. Вот броюсь тут. Броюсь, вот. Так, подожди секунду, а как ты оказался в квартире с геями? Я приехал на собеседование, меня не взяли. И мне пришлось... Пришлось выкручиваться, правильно понимаю? Мне пришлось жить в коммуналке, да. В коммуналке с геями еще клещи, блядь, да? Тем более на Горьковской, то есть, получается. Вот. И я такой, типа... А в чем вопрос? Это у тебя, блядь, в чем вопрос? Я не понимаю. Я сейчас должен тебе чем-то помочь, я правильно понимаю? Да, потому что писать хочу. У меня, знаешь, вот шкала заполняется, блядь, и я сейчас опасусь прям тут. Вот. Мы идем дальше. Вопрос такой. Вопрос такой. Блядь, надо будет еще одно ведро набрать, ему бы на помощь, блядь, просто. Да, можно... Ладно. Фариду чуть-чуть, блядь, пару соток кинем. Чему вопрос-то? Вопрос в том, я прыщавый и бриться, и у меня вот кровь идет, когда я броюсь. Броюсь-то? Ох уж этот мужской мир, блядь. Мужской мир, меня папа не учил. Все друзья... А я броюсь, я же не знаю, что джилет, там, вот это вот все, это смотрю рекламу, это дорого для меня. Я такой, типа, ебай, и больно, типа, становится. Мне очень... У меня кровь идет. Я вот сейчас побрился, и вот кровь, вот больно была. И я сейчас выгляжу не очень. Вот девушки ко мне подсели, они смотрят, дебил, блядь, думают вообще. Потому что, а если бы я не помню... Интересно, почему они так думают, блядь? Непонятно вообще. А я хотел познакомиться, но я не смог познакомиться, потому что у меня прыщи. Вот, что делать, получается? Сказите мне, пожалуйста. Ну, сейчас эту ситуацию хуй поправишь, братан. Честно, вот сейчас... С этими девочками я хуй знаю. Ну, типа... Не, одна коронавирусом больна, но я готов. У меня до этого подруга из Китая приехала, и у меня... Покажите ее, да, покажите, вот, чтобы шутка была понятая. Бля, почему он решил, что это его передача, блядь? Я честно... Только покажите, пожалуйста. Вы всем видно? Вот видите? Она азиатка, а я расист, она больна, да? Я русский, и со мной бог. Это стать... Вот. Россия! Тихо-тихо! Фарид, извини, я на твоей стороне, все. Короче, дружище, давай, быстро. Ты молодец, первые пять минут шоу сделал, так, а? Спасибо, да. Ты, ну, ты так... У тебя реально, ты переживаешь, что рост без отца? Ну, ты вроде не похож. Ну, ты от геев сеть только? Я, блядь, эти геи, нахуй, они один раз... У меня такой был случай. Ко мне подходит этот гей. У нас пятикомнатная коммуналка, в одной живет эскортница. И... Да, реально. В одной живет хач... Смотри, комнаты не перепутай. Подожди. В одной комнате живет хач, в другой... Они живут втроем. Хач, гей и актер России 2. Вот. Я не шучу, вы, блядь, серьезно. Это реально правда, блядь. Вот. И я забыл, о чем я говорил. Ладно, извините, пожалуйста. А! Фарид, спасибо, а ты классный. Так. Давай, дружище, давай-ка быстро разберемся. Ты писать хочешь, да? Да, да. Ты когда выйдешь, можешь, блядь, не возвращаться? Сейчас, да. Да. Ладно. Короче. Мне очень жаль, что ты рос без отца. Да, спасибо. Но ты не похож прям на человека, который совсем потерялся. Я, да, я не потерялся. Кофту, блядь, поменяй точно. Адгея съезжай скорее. Искортница. У тебя хату накроют, ты понимаешь, блядь? У тебя там... Если у тебя искортница... У меня сосед, я вышел, у меня траву продал, блядь, нахуй. То есть на второй день. А это неплохо, это неплохо. В этом ничего такого. Такие соседи нужны всем, блядь. Причем по цене в два раза дешевле гидры... Запикайте это слово. Вот, да. Да, блядь, твою жизнь не запикать, братан, блядь. Тут надо жизнь запикивать, ладно. Хорошо. Ты писать... У меня вопрос такой был. Да какой, блядь, вопрос? Ты уже 20 минут, блядь, что ты говоришь? Я сейчас убегаю. Давай на вопрос. Вопрос такой, вопрос такой. Как правильно бриться? Все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В первый раз спрошу, можно дверь закрыть как-то, блядь? Но ни разу не спрашивал, блядь. Как-то, ну, дверь можно палкой, блядь, какого-нибудь? Он с мужским миром не сталкивался, он хуй откроет, блядь. Просто, ну, подоприте чем-нибудь ее. Бля, извините, я сам охуел с этого. А как вы бороться, блядь? Все. Ты виноват. Да, молодец. Давай еще кому. А у вас, да, девушка? Нет, давайте, давайте. Все. Вас как зовут? Алена. Алена? Алена. 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 Поаплодируем Алене. Алена. Все. А он с вами сидит? Вы сумки уберите подальше, блядь, Алене. Он мужской мир хуй знает воровать сейчас начнет, блядь, ладно. Не поворачивайтесь к нему спиной. Хорошо, так, а Лена? Да, Алена. Алена. Это что значит? Это у вас, вы татарка? Что? Вы татарка? Нет, я с Якутией. Вы с Якутией, хорошо. Якутия, поаплодируем Якутии, поаплодируем. Это якутское имя. Это типа Алена, но типа якуты такие нахуй, русские имена. Алена. Нет, на самом деле моя мама зовут Лена. Чуть ближе микрофон. На самом деле моя мама зовут Лена. Ну, она решила добавить букву А и стала Леной. Вообще, блядь, якуты угорают. Ладно. А вы чем здесь занимаетесь? Я здесь ничем. Ничем? Да. Смотри, твоя коллега подошла, блядь. Что, блядь, за зал сегодня такой, блядь? Вообще, работающие люди есть, блядь, здесь где-то? Все. Блядь, он идет. Я же просил дверь запереть, блядь. Давай, садись, мы с тобой потом поговорим. Только я тебя умоляю, больше ничего не говори. Садись, блядь. Потом мы тебя повреем в конце вечера. А вы доставайте свои клинки, как вы обычно делаете. Фшшш, блядь, вот это. Ты безработная? Ты живешь давно в Петербурге? Нет, я не в Питере живу. А где живешь? В Шанхае. В Шанхае? Да. Серьезно? Да. Серьезно? Почему без повязки, блядь? Ну-ка, повязку дайте ей. А ты в Шанхае живешь? Чем ты занимаешься? Я учусь на магистратуре. Магистратуре. Ты переехала жить в Шанхае? На кого ты учишься там? На фэшн-дизайнера. Фэшн-дизайнера. Ты дизайнер. Ты здесь училась до этого? Да. А сейчас в Питере живешь. Ой, точнее, уехала в Шанхае. Как там в Шанхае? Ты сейчас давно оттуда приехала? Сюда? Угу. Ну, да. Когда? Две недели назад. Давайте остановим съемку и просто разойдемся. Завтра в газете «Метро» на Бу-шоу коронавирус. Ведущий точно чем-то болен, блядь. Ладно. Хорошо. И как там сейчас в Китае? Давай, я не могу спросить. Там сейчас что? Там все же китайцы, пиздец, на панике. Или что там происходит? Нет, все хорошо. Все хорошо. Все угороды. Они такие, мы этим не болеем, другие заболеют, да, блядь? Это все. Нет, но город Ухань, он маленький. Чуть микрофон ближе. Город Ухань, где вот сам вирус, он закрыт. А другие города нормально. Только в городе Ухань. Блядь. Так смешно звучит, когда типа город закрыт. И вирус такой, ебать, как выйти отсюда, блядь. А сколько они, блядь, дверь везде поставили, блядь? Блядь. Может перелезть, блядь? Ладно. Это реально, то есть город реально закрыт. А кто верит вообще, что вот это типа серьезный вирус? Поаплодируйте. Я нет. А те, кто вот верят, вы про свиной что забыли? А помните, еще куриный был? Ууу, блядь. Что вы про них забыли, блядь? Ну типа реально, там с вины мне разобрались же. Типа, что вы верите? Ну типа, кто считает, что это хуйня? Поаплодируйте. Кто считает, что это хуйня? Вот. Ну, блядь, это же, ну, бред. Ладно, хорошо. А ты сейчас приехал на две недели, зачем сюда? Заразить нас и сеебать, правильно понимаю? У меня каникулы зимние. Что у тебя, каникулы зимние? И ты такая, о, рвану в Питер, блядь. Там как раз лякать ебаная. И чем здесь? Ты первый раз в Петербурге. А, ты здесь училась, да, это ладно. Как проводишь время здесь, в Петербурге? С подружкой гуляю. С подружкой, это твоя подружка? Да, с родными. Как с родными? Мне нравится, что ты показала на этого парня. С родными, блядь. И он сзади, как бриться вообще? Как обычно проводишь время? Тусуешься где-то? Нет. Нет? А как проводишь время? Гуляю по городу, вспоминаю былые времена. Вспоминаешь былые времена? Да. Когда воровала? Что за былые времена? Когда я жила здесь. И что ты как-то время проводила тогда? Тогда или сейчас? Тогда. Ходила по музеям. По музеям? Да. А ты такая прям неприступная, ничего плохого не делала никогда. Да, я вообще... На Думске не тусовалась? Была один раз. Один раз? Да. И что случилось? Ничего. Ты такая, блядь, ты Думск, можно идти отсюда? Все, я в принципе сделала свой вклад в это море, блядь, и... Хорошо. А к чему ты стремишься? Ты будешь в Шанхай потом жить? Как там китайцы общаются? Они хорошо. Хорошо? Ну, в смысле, хорошо. Ты дружишь с китайцами? Китайские парни тебя клеили? Нет. Нет? Почему? Не знаю, у нас менталитет. Что она сказала? У тебя свадьба скоро? Свадьба скоро? Нет. А что? На своих похожих сказала. На своих похожих? А ты говоришь по-китайски, да? Да, я говорила. Пизда ты говоришь? Да, очень хорошо. Скажи что-нибудь. Что сказать? Что-нибудь. Коронавирус хуйня, скажи. Нет, скажи что-нибудь по-китайски. Все, что угодно. Не знаю там. Нихао, я тебя Алена. Я живу в Шанхай. Да, ебать, ты очень похожа. Ну, давай. А самое необычное, что с тобой было в Китае? Было что-нибудь? Происходило что-нибудь необычное? Необычное. Даже сложно вспомнить. Ну, там каждый день как-то весело. Мне нравится там. Нравится Китай, серьезно? Да, очень нравится. Китай тебе нравится? Там же их вообще не нравится. Нет, как бы сам народ нравится. Сам что нравится? Народ. Сам народ нравится? Но не нравится. Они такие, вы, конечно, пиздаты, но двери на две защелки, блядь. Ну, как бы да. Вы, конечно, охуенные, но окна закроем, блядь. Да. И хорошо. И ты там не клеишь? Мужики азиаты не клеят? Нет. Серьезно? Это коронавирус? Он так начинается? Ладно. А к чему вообще? Ну, ты будешь жить в Китае, будешь модой заниматься. Там же китайская мода, ну, видите ли, как китайцы вообще одеваются? Очень стильно одеваются. Очень стильно одеваются, блядь. Да. Вообще невероятно стильно. Да. Я один считаю, что очень, блядь, слишком стильно. Есть градация, когда ты такой, блядь, ну, братан, ты слишком стильный, блядь, но у нас в минус 20 таким стильным, ты погибнешь, блядь, просто, нет? Ну, это же странно, какая-то одежда такая, блядь, нет? Я расист сейчас, правильно понимаю? Я такой, типа, доебался до одежды, да, типа? Да, ну, извините. Но сейчас они очень современно, очень хорошо одеваются. Очень хорошо одеваются? Да. Года 3-4 это было вообще по-другому. А года 2-3-4 как они одевались? В мешковину, блядь? Ну, почти да. Почти да. Да. Блядь, никому не обидно, что китайцы моднее нас стали? Китайцы. Желтые человечки. Уже в моде лучше, чем мы. А вы ходили в вот этот, блядь, панда, где вот этот Китай-город, блядь, магазин, видели? Что-то сюда нихуя не модную одежду везут, нет такого? Что-то такое. А где ваши модные пуховики, блядь, за 2000, блядь? Ладно, хорошо, давайте задам, хотя нет, это вопрос. Хочешь мне какой-нибудь вопрос задай, если хочешь? А как давно вы в Питере? Я? Да. Ну, типа, моя семья сюда приезжала еще в 80-х. У меня брат здесь старший родился, потом мы уезжали. Я, если не ошибаюсь, с 94-го года здесь живу постоянно. Первый раз мне за это хлопают, блядь. Ребят, я здесь с 94-го, блядь. Не благодарите, блядь. Могу рассказать, где в поликлинику заходить, блядь, или что? Ладно, спасибо тебе большое. Поаплодируй, поаплодируй, поаплодируй. Ладно, вкуснее, давайте ему микрофон, блядь. В общем, да, здравствуйте. Давайте послушаем просто второй вопрос. Так, только давай покороче его, покороче. У меня есть еще одна проблема. Я же уже сказал, да, что, ну, я живу в коммуналке с геем, да, и с актером «Россия-2». Хуевые серии, ой, плохие, извините, Валерий Дмитриевич. Вот. И, в общем, ну, проблема такова, то, что мой сосед... А можно и так тогда... Нет, нельзя, вставай. Она меня видит, да? Да, да. В общем, ну, проблема такова, то, что к нам въехала эскортница, и она, ну, говорит то, что курить в квартире – это плохо. И теперь мой сосед гей, он курит в туалете. Я, в общем, вот я сегодня вот зашел в туалет, а у меня простатит, ну, типа, огромная простата, просто, блядь, ебическая. Вот. Я постоянно хочу в туалет, я каждые 15 минут хочу в туалет, я захожу в туалет перед выходом, он там накурил в туалете, от меня пахло, я забрызгался олдспайсом, пиздец, еще спайс обкурил, вот. И, в общем, я, ну, иду сюда, от меня пахнет, ведь что сделать, что сказать соседу гею, ведь у меня не было папы, потому что, если бы был папа, он бы сказал то, что, ну, типа, пизди его, а я же не могу его пиздить, у меня папы не было, да, вот. Тише, 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 надо разобраться с этим, блядь. Да, ладно. Стой все это время. Так. Да. Значит, для начала, проверь простату. Я в военкомате проверял, мне военкомат в Волгограде. В военкомате ничего не проверяй, блядь. Не, мне проверили, я же гипертоник еще, получается, вот, у меня гипертония. У меня огромные сосуды, знаете, как гипертонию проверяют, то, что ты не пиздишь. Тебе делают УЗИ и проверяют почки у тебя, или вздутые там, потому что кровь сильно надувается. И мне проверяют эти штуки, они вздутые там, каналы, мочи, ой, ну, не важно, в общем, простатит, в общем, да, вот. Ну, и я, у меня курят в квартире, и меня принижают. Костя, а ты уходил, что ли? Тут история интересная. И, в общем, ну, меня в моей коммуналке, гей-коммунно, как мои друзья называют ее, меня там унижают, что мне делать? Скажите, доктор Курпатов, пожалуйста. Бля, мы сейчас закажем большое такси, все поедем в твою хату, блядь, и скажем гею, чтобы... Там эскортница одна только, то есть я один только поеду к ней, вот. Ты сейчас... тебе не смешно было? Ты обманул? Нет, это, может, ты меня обманул? Хорошо, я тебя не могу обмануть, потому что у меня не было папы. У тебя не было папы. У меня был отчим. У тебя был отчим. И я на кукле показывал, где он меня занимает. В общем, да. Ну, смешно же вообще-то было сейчас, ладно. Отпиздим его в конце? Кто хочет его отпиздить? Слушай, в конце вечера мы тебе сможем помочь все. Ты только не расходи, мы постараемся сделать твою простату чуть меньше. Сейчас... Пацаны, вы же знаете... Ладно, хорошо. Дружище, я понимаю, а ты в КВН не играешь? Я, ну, когда-то было дело, да, играл. Ну, так заканчивай, блядь. И все будет нормально. Все. Спасибо. Ты этот, ну, съезжай от гея срочно. А куда? В Парнас? Я не хочу жить в Парнасе. Пацаны, он не хотел вас обидеть, блядь. Ничего плохого в Парнасе нет. Ты съезжай от гея и кофту сними. У меня там майка алкоголичка. Ой, фу, блядь, не надо. Так, ты планируешь сексом заниматься? Где ты вещи берешь такие, блядь? Там еще флаг, ну, Англии. Да я вижу, что там, блядь. Там флаг, то, что ты не скоро будешь трахаться, блядь. Вот такой там флаг. Не надо такие вещи одевать. Ладно, а ты соберись, сядь на место и больше не бери микрофон. Я попробую, да. Все, поаплодируйте, парни. Спасибо. Так, мы за все 30 выпусков вырезали только один выпуск. Пока все идет к тому, что это будет второй, блядь, выпуск, который мы вырежем, блядь. Не, вставим этого чела в нарезку. Ладно, давайте, смотрите. Сейчас мы попробуем перевернуть игру. И все пойдет, и Лили, в лучшую сторону. Что такое? Люди разочарованы. Они такие, что такое, блядь? Мы положили в ведро 100 рублей. А нам про простату рассказывают. Я еще и коронавирус подхвачу тут, блядь. Это долго будет продолжаться? Извините, ребята, я понимаю ваше возмущение. Я тоже возмущен. Сам мог заниматься чем-то другим сегодня. А слушаю от толстого мальчика, что у него простата. Я боюсь сегодня заснуть, и, блядь, мне приснится его простата. Честно, блядь. И я бегаю по комнатам, открываю в одной комнате геи, блядь. В одной из скорых. Кошмар, короче, какой-то. А, извини, пожалуйста. Это неприятно, да. Это неприятно. Когда растешь без отца, и с простатой хуёвой. Ладно, это... Ребята, я все шучу. Не надо делать виды, такие, фу, ну не надо так шутить, блядь. Ну, простата же. Блядь, сейчас пошутишь, все. Блядь, когда говорят про простату, у меня у одного в очке что-то, блядь. Ну, честно, мужички, блядь. Ну, как часто простату проверяете? Извини, мужик, к тебе вопрос. Я вижу, что ты давно проверял простату? Давно. Надо проверить. Блядь, давайте договоримся. На днях все сходим и проверим простату. Вместе можем? Я первый за собой поведу, блядь. Не, ну, блядь, проверяй. Че? Блядь. Кто проверял простату, парни? Поаплодируйте. А остальные че сидят? Вы че, блядь, ребят? Сходите, блядь. Тем, кого? На УЗИ, конечно, на УЗИ, блядь. На УЗИ, блядь. Тем, кого вообще? Вот такая. По кайфу, блядь. Главное, не смотрите ему в глаза, блядь. Да, я когда ходил, ебать, я вообще... Я реально, я думал, у меня... Ну, это изнасилование какое-то, блядь. Невозможно. Немножечко согните. Помогите, блядь. Что ты руку тянешь, блядь? Ты хочешь, чтобы мы тебя здесь проверили, блядь? А что такое? Не надо. Да не надо. Боже, и ты еще с людьми живешь дома, блядь, да? Я прям вижу, как ты заходишь за завтраком. Я рассказывал про простату свою? Я смотрю, вы еще не начали есть? Ладно, смотрите, и был такой вопрос. Я не знаю, хотя на самом деле... Уебский выпуск, да? Да. Блядь, в первый раз мне так ответили. Спасибо за правду. Я тоже так думаю. Мы нахуй его не выложим. Не выложим. Не выложим. Костя, блядь. У тебя что с простатой? Женщина проверяла? Ты кого-то из подруг наебал, что ли, или что? Стой, подожди секунду. Женщина? Серьезно? А кого женщина еще проверяла? Так можно было? Так можно было? Блядь, не, если... Давайте сейчас, когда женщина что-то проверяет, ты такой, пожалуйста, вот мой хуй, блядь. Ну, если еще она, ну... Блядь, я обычно захожу, там мужички такие, ну, показывай, блядь. Что там у тебя? А вам у тебя женщина была? Красивая, молодая? Блядь, ебой. А где ты проверял? В салоне эротического массажа, блядь? Можно мне корень мандрагоры, пожалуйста? Конечно, конечно. А где? А ты в больнице проверял? Ты заставлял коллег проверять простатку? Блядь. А нет такого, что у вас какая-то этика? Ты такой, проверишь, ропа моя, пожалуйста? Катя, пойдешь на... Ты уже пообедал? Там видно, что... Блядь, реально? Коллега проверяла? А кто это? Не дам ему микрофон. Мы выпуск этот не выложим. Расскажи мне эту историю. Блядь, я реально даю такой, как тебе проверяли простату? Расскажи Люду простому, блядь. Так. Есть два способа. Ты сейчас такой, блядь, а ты такой ебать не комфортно с ним рядом, да? Он такой, есть два способа. Вот один палец. Так. Нет, ну один руками, а другой с помощью УЗИ. И одно УЗИ называется Трузи, то есть оно трансректальное. Ну это для рэперов Трузи, бро. Это Трузи, бро, залетай! Там косой раскуривает и в жопу залазит. Да, это дачи, который оставляется прямо в анальное отверстие. Это УЗИ такое. Что зацовывать? Специальный датчик. Датчик? Да. Пальчик. Еще одно УЗИ, это когда смотрят вот через живот на полный мочевой пузырь. Ну да, да. Мне тогда делали так. Сначала потом такие, палец надо засовывать. Да, а палец засовывают, чтобы определить на ощупь, есть ли там уплотнение, и взять секрет представителей железы. Я только потом понял, почему одеколон назывался секрет, блядь. Да. Честно, этот парень в этот момент, ты такой, надо взять секрет. Чего, блядь? Ебать, секрет вообще теперь понятно. Вы знаете, что этот секрет называется, блядь? Ладно. Так, все, история закончилась? Ну да. И у тебя коллеги делали это? Нет. Просто так, как я работал в больнице, мне проще было записаться на... Ты мог сам, в принципе, зайти, такой, блядь, разойдитесь. Нет. Так, надо все вместе, УЗИ за сумму сюда, так. Блядь, ну врачи же в полевых условиях зубы себе выдирают, а что такое, мне надо срочно сделать просто... Пить нечего, сейчас будет секрет, блядь. Фу, да, блядь. Этот вечер не спрашивает. Ну, ну-ка, ну-ка. Так, давай, ты хотел попиздить, хочешь что-нибудь, блядь? Давайте просто сделаем так, чтобы было смешно в конце хотя бы. Как вас зовут? Серожудин зовут. Как? Серожудин. 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 Что означает ваше имя? Ну, светильник и слава означает. Светильник? А, все, про это я не буду никогда шутить. Да, вообще не шутите. Да, не буду. Я бы указали. А, ты человек как живешь? Ты работаешь? Нет, не работаю. Могу себе позволить, да. Почему? Просто могу позволить. А-та пиздота, Эллич. В смысле, как можешь позволить? Машина большая. Машина большая? А какая машина у тебя? Девятка. Девятка? Очень просторная. Реально ты такой, девятку взял. Нахуй работал, бля. Ладно, заведу. А чем занимаешься? Много чем занимаюсь. Чем только не занимался. Бля, я не мусор. Все в порядке, бля. Ты лишь как хач должен понимать, что мне русским тяжело. Тяжело? Да. Не, я знаю. Вот ты шутишь, видишь, от безходности. А мог бы работать в хорошем месте. Я знаю, я знаю про это. В офисе, где не выйдут. Я знаю. Обсуждаешь простату здесь. Еще и выкладываешь там. Смотри, мой отец пришел меня отчитывать, бля. Меня, кстати, поставили атаки отчитывают. Ладно. Как вы? Это ваша компания, да? Все вместе? Да, да. А паренек. А Иван Торн как оказался у вас за столом, бля? Бля, было бы угарно, если бы вы все были друзья. Это было бы угарно. Я такой, ребят, не надо стесняться, бля. Ладно. Ну, ты сейчас какой род деятельность? Я понимаю, что ты многим чем занимаешься, но хотя бы один. Я? Что? Я занимаюсь торговлей. Торговлей? Да, торговлей занимаюсь. Продаю все, что попадется. У тебя вот торговая точка? Да, да. Та, которая, где там картонка на полу. Хотите померить одежду, бля? Так оно и есть. Так оно и есть. Ладно. Хочешь банан, попробуй на этой картонке поставить. Банан попробуй? Да, может. Что-то странное ты мне предлагаешь. Можно парню помочь? Ладно. Да, можно помочь. Хорошо. А есть мечта, конечно, у тебя? Что? Мечта. Мечта? Есть. Вторая девятка, бля? Две девятки вместе соединить, бля. Девятка лимузин разъеб вообще. Не, затонировать девятку просто мечты есть. Самая главная мечта вот эта. Бля, затонировать. Потом пружины подрезать, посадить ее. Бля, тебе нравится вот такие заниженные тачки? На самом деле нет. Ну все. А нахуй вы так делаете все? Мы так пока еще не делаем. Так еще не делаем. Ладно, спасибо тебе большое. Поаплодируйте. Спасибо большое. Короче, там был вопрос. Давайте я просто расскажу. Ну это нахуй. Это просто чисто для вас. Чтобы вам. Может быть чуть-чуть. Ребят, а вы разойдетесь? А я еще грустить буду сегодня. Я сегодня в депрессии буду. Какой выпуск плохой? Нет. Или у тебя девятка здесь, рядом? Короче, вопрос не дает. Вот Артур Нурисламов. Нурисламов, смотри. Наша земля. Давайте поаплодируем Артуру. Парту поаплодируем. Он задал вопрос. Расскажи шутки из самого первого стендапа. Я могу рассказать. Навряд ли кто-то видел мой первый стендап. Я, кстати, завтра 7 лет, как я этим занимаюсь. Вот завтра. Поэтому вы понимаете, почему мне сейчас так больно. Спустя 7 лет не смог вывести простату какого-то чела. Ладно, да. Короче, и когда я начинал тогда, самый первый стендап, тогда было еще можно шутить про странные имена. Потому что их еще тогда было мало. Я такой, о, странное имя, бля. У всех стендап-комиков первые монологи, в большинстве случаев, это странное имя, сперма и еще что-то в транспорте произошло. Это три золотых правила. Сходите на открытый микрофон, где начинающие комики, все три, бля, то, о чем рассказывают. Некоторые по несколько лет, как дорогой Юра Иванов, блядь. Сколько он уже про то, что он, блядь, Юра Иванов азиат, блядь, рассказывает. И у меня была шутка одна. Мне как, блядь, просто рассказать шутку. Хотя, по сути, она, ну, это чисто из жизни. Это реально. Вот шутка была построена на этом. То, что я, когда был холостой и ходил куда-то в заведение, там, в клуб или еще куда-то, было тяжело познакомиться с девушкой. Потому что, когда называешь свое имя на танцполе, она нихуя не слышит. И ты подходишь, такой, типа, привет, меня зовут Нидаль. Она такая, как? Я такой, Нидаль, как? Нидаль, как? Я по буквам. Н, И, Т, А, Л, мягкий знак. Она такая, Виталик? Да, блядь, Виталик. И я отвечаю, так дохуя раз было. Куча раз было. Было, что я, это было в первом, вот эта шутка из первого монолога, которая разъебала жутко, блядь. И куча раз было. Было, что я представлялся где-то, говорил, меня зовут Абугазали Нидаль. Кар-директ, разведение, я прохожу, говорю, меня зовут Абугазали Нидаль. Он такой, ты грек? Я, блядь, не мог себе рассмеха, блядь, как, блядь? Абугазали, ты грек, да, точно, блядь? Это вы там, брынза, блядь, это ваша хуйня, блядь, блядь? И вот, на самом деле, я вот этих ребят, мне повезло, что я белый. У меня фамилия такая, если бы я еще... Вы вбивали когда-нибудь мое имя просто ради угара в... Ну, в поисковике. Вбивали? Вбейте ради угара, выдает меня и террориста, который был очень... Очень популярен до Усана Бен Ладена, блядь. И... Ну, дохуя раз было то, что проблемы, когда говоришь просто имя. Я понимаю, если бы я был быть черным, это вообще бы пиздец был. Потому что куча раз было то, что меня останавливают на улице. И... А, нет, вот, вот история, вот пизда так. Один раз я перебежал дорогу, не в том месте, где надо. Я перебежал дорогу, и меня остановил ДПСник, пешком я шел. Знаете, вот эти долбоебы, которым вообще заняться нечем, блядь? Он прям в радости такой, ха-ха-ха, блядь. Я такой, реально? Он такой, да-да-да. А в машину, пожалуйста, блядь. Я вообще тут... Ты серьезно, блядь? Я вот так, ты ебнутый, что ли, блядь? Я на ногах, блядь, иду. Машины вон, блядь. А он прям такой, ха-ха-ха. Мне делать нехуй. И мы сели в тачку, и он такой, вы перебежали на, блядь, красный свет дорогу? Я говорю, да, я в курсе, ну извините, там. И он начал спрашивать документы. А, он права хотел мои, права. У меня не было с собой прав. Хотя я вообще пешком был, нахуй ему, блядь. И он такой, я сейчас пробью ваши права, дайте паспорт, я сейчас пробью у своих коллег. Мы сидим в тачке, и он такой, по рации, такой. Там, база, база, пробейте, у меня здесь надо пробить права, мальчика, мальчика, пробейте. Мне, давай, давай, говори. И он берет мою фамилию такой, так. Артем, Борис, Ульяна. Он фамилию мою начинает вот так по буквам разъебывать. Потом дальше Георгий. И он дохуя перечисляет имен, там в секунду молчания, потом такой, его коллега. Ты ебнулся, что ли, блядь? А я, он не знает, что, я сижу рядом, блядь. Он ему, давай еще раз, он второй раз ему продиктовывает. Он ему, а ты что, я сижу рядом, я так, он ему зовет, говорит, ты совсем ебнулся там на перегрёздке, блядь? Тебе делать нечем. И только раза с четвертого он, блядь, перечислил все мое вот имя, блядь. Перечислял всякими именами, блядь. Я не знаю, как он имен столько придумал, блядь. И раза с третьего только они такие, все, окей, да, все, меня пробили и выписали мне штраф. Очень много таких было историй с именем. Вы не представляете. Один раз меня, когда мы меня с куришем тормознули, нас забрали в отдел. Меня посадили в камеру, где сидели не русские, чисто из, ну, его посадили к русским. А меня посадили в камеру, куда потом сажали только приезжих. Типа, они такие, блядь, ты нас хуй наебешь, ты такой же, как они, блядь, иди. И в какой-то момент я там был один, я очень хотел в туалет, и я просил меня выпустить. И мусор не хотел меня выпускать, и в какой-то момент он еще открыл дверь и толкнул меня. Он такой толкнул, ты что нахуй, иди нахуй, блядь, ты не пойдешь в туалет. Я очень разозлился, говорю, вы охуели что ли? Он закрыл дверь, и я тут же повернулся, нашел щелочку в этих, ну, в местах, где сидеть, и насал туда. А потом сел просто рядом, там, чуть подальше, и сидел. И хуяк зашли какие-то парни, приезжие, дохуя. И один из них начал туда садиться. И я такой, ребят, лучше... И он такой, что, блядь, твое место? Я говорю, да нет, в принципе. И потом он лег туда головой, блядь. Я все это время сидел, блядь, серьезно, ты не чувствуешь, никуда я, блядь. Он прям такой, блядь, долго сидеть тут, блядь. Иди лучше локти помой. И много-много, блядь, с фамилией, бля, угораю вообще до сих пор. И до сих пор, ну, расизм, на самом деле, очень много расизма. А из школы помнишь, что ли? Из школы? Да. Я такой, нет, из школы не помню. А в смысле из школы? Там мы просто коверкали. Ну, тоже это одна из первых шуток была такая, что, когда я приходил учиться куда-то, и мое имя из-за того, что она А всегда первая в списке, я такой раз, особенно в универе, я угорал, потому что препод брал список, и он, типа, я это много раз видел, как препод такой. И потом он, блядь, отвечает, поднимает глаза и просто выпаливает, кто, блядь, здесь такой. И самый разъеб, что черной рожи-то нету, блядь, он просто смотрит, кто это, блядь. Вот это было разъебно. Ребята, вечер был, ну, вот такой, блядь, был. Мы сняли, на самом деле, такой выпуск, 31 или 32. Да, за все это время, это второй выпуск не очень. Наверное, это неплохой результат, да, наверное, за это время. Мне жаль, что вы попали на этот выпуск. Ну, я с вами разделил эту боль. Мы все здесь. Люди, которые в первый раз, приходите еще, потому что... Или нет. Может быть, это из-за вас. Ты не приходи. Ладно, приходи, но со справкой. Проверь простату. Вы хорош... Парни, я много шутил про черную, не обижать, ни в коем. Блядь, теперь я такой... Блядь, ребят, я заебался, конечно, сегодня. Тяжеловато было. Да, устроили вы мне работку. Фу, люто. Тяжелые ребята. Я не знаю, это они такие сегодня. Но были хорошие ребята. Так что вы все те, кто смотрите наш канал, я хочу поблагодарить вас, потому что вы нас поддерживаете, донатите. Мы обязательно снимем ролик благодарности еще, отметим самых крупных донатеров. Подпишитесь на наш инстаграм. Вообще, ну, дай бог здоровья вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok